Здравствуйте! На прошлой лекции мы с вами рассмотрели турбулентные и ламинарные режимы течения жидкости, вели понятики динамической и кинематической вязкости, а также числа венольца. Сегодня мы с вами рассмотрим механические колебания. Колебания – это движения или процессы любой природы, механические или электромагнитные, повторяющиеся во времени. Колебания могут быть свободными, вынуждеными автоколебания. Свободные колебания – это колебания, которые совершаются за счет первоначально сообщенной энергии и последующего отсутствия внешних воздействий на колебательную систему. Или мы можем сказать, это колебания, которые происходят под действием внутренних сил, действующих в системе, после того, как мы вывели тело из положения равновесия. Гармонические колебания – это колебания, при которых колеблющаяся величина изменяется со временем по закону синуса или косинуса. Гармонические колебания изображаются графическим методом вращающейся вектором амплитуды или методом векторных диаграмм. Для этого из произвольной точки, выбранной на оси Х под углом φ равным начальной фазе колебания, или углом φ равным начальной фазе колебания, откладывается вектор А, модуль которого равен амплитуде рассматривания колебания. Если этот вектор привести во вращение с угловой скоростью, равной циклической частоте колебаний, то проекция конца вектора будет перемещаться от положения плюс А до минус А. Здесь вот еще эта же картинка представлена, представлена схема опыта. От плюс А до минус А. А колеблющаяся вельчина будет изменяться со временем по закону С равно С нулевое косинус А омега Т плюс φ нулевое, где С нулевое это есть амплитуда, величина амплитуды или длина вектора амплитуды. Рассмотрим механические колебания. Значит, рассмотрим отклонение, смещение положения колеблющейся точки с течением времени. Выражение записывается. Х равно А косинус омега Т плюс φ нулевое, где А это амплитуда колебаний. В данном случае это максимальное смещение от положения равновесия. Вообще амплитуда это и есть величина, максимальное значение изменяющейся величины. Омега циклическая частота, φ нулевое, начальная фаза. Омега Т плюс φ нулевое это фаза колебаний. Значит, начальная фаза колебания характеризует смещение тела в начальном момент времени, то есть в момент времени Т равно 0. А фаза колебания определяет смещение тела в момент времени Т. Значит, циклическая частота определяется либо 2π умножить на ν, для ν это частота, то есть число колебаний, которые совершает система за единицу времени. И частота связана с периодом колебания по формуле омега равно 2π деленное на Т, или Т будет равно 2π деленное на омега. Это период колебаний, это минимальный промежуток времени, через которого движение повторяется, или минимальный промежуток времени, через которого фаза колебаний изменяется на величину 2π. Для существования гармонических колебаний необходимо наличие упруга или квазиупруга возвращающей силы и отсутствие сил сопротивления. В нашем случае скорость колебаний будет определяться как первая производная х по времени, то есть будет выражение представленное вот здесь на слайде. Для того, чтобы определить ускорение, надо взять вторую производную х по времени или первую производную скорость и по времени. Тогда у нас получается следующее выражение, где произведение амплитуды на циклическую частоту это будет представлять из себя максимальную скорость, а произведение амплитуды на циклическую частоту в квадрате это будет максимальное значение ускорения. Тогда отсюда мы можем делать вывод, что вторая производная х по времени плюс омега нулевое в квадрате умножить на х будет равно нулю. Это выражение называется уравнением гармонического колебания. Теперь выведем дифференциальное уравнение свободных гармонических колебаний в общем виде. По второму закону Ньютона при выведении системы из положения равновесия возникает сила возвращающая, которая по второму закону Ньютона равна ма. Значит, возвращающая сила будет пропорциональна величине смещения, то есть минус кх будет равно м д2х по дт дважды. Тогда данное выражение можно написать как в виде д2х по дт дважды плюс к деленное на м умножить на х, где к деленное на м, это есть омега нулевое в квадрате, и выражение получается вот аналогичное выражение на предыдущем слайде. Значит, существует два вида маятника. Мы рассмотрим два вида маятников. Это математический и пружинный маятник. Математический маятник – это материальная точка, подвешенная на невесом и нерастяжимой нити длиной L. И пружинный маятник – это тело масса М, подвешенное на упругой пружине. Значит, после выведения маятника из положения равновесия, на маятник действует сила тяжести, сила реакции натяжения нити и суммарно сумма этих двух сил, сила F, она возвращает тело в исходное положение. Когда мы рассматриваем пружины маятника, когда мы растянули пружину, то в пружине возникает сила упругости, которая будет стремиться вернуть это тело в исходное не растянутое положение. Тогда для математического маятника период маятника будет определяться как 2π умножить на корень из Lg, где L – это длина маятника, G – ускорение свободного падения. Период колебаний для пружинного маятника будет определяться 2π корень квадрата M, деленное на K. M – масса тела, K – это жесткость пружины. Значит, и циклическая частота для математического маятника будет равно корень квадратный G, деленное на L. Значит, циклическая частота омега для пружинного маятника будет уделяться выражению корень квадратный K, деленное на M. Теперь рассмотрим физический маятник. Это трёхдое тело, совершающее под действием силы тяжести колебания относительно осиний, проходящий через центр массы тела. Значит, уравнение динамики для вращательного движения записывается вот M равно N и умножить на Y, где M – момент энергии маятника относительно оси, проходящей через точку O. Y – это угловое ускорение. M – момент силы, возвращающий маятник в исходное состояние, положение. Тогда период будет объявляться 2π, деленное на омега, значит, или 2π делить на корень квадратный M, G, L, деленное на I. И получается вот такое выражение 2π под корнем I, деленное на M, G, L. И это момент инерции, который определяется потерями Штейнера. Или можно записать вот в таком виде, где величина I, деленная на ML, обозначенная буквой L, называется определенная длина физического маятника. Так, теперь мы рассмотрим энергию механических колебаний. Значит, колебательная система обладает кинетической энергией, вот она изображена, и обладает потенциальной энергией. Причем в тот момент, когда кинетическая энергия у нас максимальная, потенциальная энергия у нас равна нулю. И наоборот, в тот момент, когда кинетическая энергия равна нулю, потенциальная энергия будет максимальной. Тогда полная энергия будет равна сумме кинетической и потенциальной энергии. Форма представлена на слайде, либо полная энергия будет равна максимальной кинетической энергии, либо максимальной потенциальной энергии системы. Значит, мы с вами рассмотрели свободные, не затухающие колебания. В следующий раз мы с вами рассмотрим затухающие механические колебания. До следующей встречи!